здравствуйте меня называют алексей орлов я главный редактор народного славянского радио я приглашаю вас на свой практический семинар как управлять своей судьбой предназначение и смысл жизни практическое применение знаний который пройдет в городе москве связи с этим я отвечу на вопросы которые достаточно часто мне приходится читать либо слышать от других людей ну например вопрос такой можно ли увеличить длительность жизни человека с какого времени определяется предназначение человека как помочь себе узнать свое предназначение здесь надо эти вопросы расставить немножечко другом порядке я думаю что сначала надо задаться вопросом с какого времени определяется предназначение человека и кто его вообще определяет. Определяется оно вашим Высшим Я, то есть вашей божественной сущностью в том времени, когда вы еще здесь на земле не проявились, когда еще нет вашего тела, когда только создается проект. Вот тогда уже определяется ваше предназначение. Далее, следующий вопрос, как помочь себе узнать свое предназначение? Для начала нужно избавиться от той глупости и мусора, которые цивилизация в нас огромном количестве носовала. Нас постоянно что-то вкладывает, совершенно ненужное, забивают мозги какими-то глупостями. Нас направляют совершенно не туда, куда нужно идти нам, а куда нужно идти кому-то, для того, чтобы мы выполняли роль батареек, бьючных животных, либо, ну не знаю, там какой-то мебели, которая бы исполняла какие-либо предназначения, но не наши, а предназначения, которые нам кто-то навязывает. Чувствуйте разницу. Одно дело, когда предназначение божественное вы исполняете, а другое дело, когда вы исполняете чью-то хачушку, либо чью-то волю, будучи в этом теле. Тогда вы уходите от того, кем должны быть, и становитесь просто-напросто каким-то субъектом, либо объектом в этом виртуальном мире, либо в этом виртуальном пространстве, либо в реальной жизни, которую кто-то вам создал. Печально. Очень печально. Но факт, многие люди живут именно так. Можно ли увеличивать длительность жизни человека? Вопрос, для чего ее увеличивать? С какой целью? Если мы хотим просто побольше пожить, мы таким образом выражаем свою паразитарную сущность. Если мы хотим сделать что-то важное в своей жизни, то, что нам предназначено, то в этом случае мы следим за качеством жизни. И качество жизни не определяется деньгами, золотом, властью. Качество жизни – это то, что мы исполняем по своему предназначению. И то, что мы перенесем из этого мира в тот мир, откуда мы родом. И где придется отвечать перед самим собой, перед своей совестью, перед нашими предками и перед нашими богами, которые устраивали этот мир, которые нас направляли сюда и, в общем-то, давали нам предназначение. Поэтому, если человек думает только о длительности жизни, это всего лишь навсего паразит. Паразит – точно такой же глист, который живет в каком-либо теле. Он думает только, чтобы жрать, чтобы опорожняться и чтобы было тепло и хорошо. Но ведь человек – это не паразит. Человек – это что-то большее, более высокое. Давайте об этом задумаемся. По сути, конечно же, жизнь можно увеличить, продлить. Но это только в том случае, если выполнил основной долг и вы пошли на какой-то новый уровень, без смены мерности и ваше тело не разрушено. А всегда, когда вы исполняете свой долг, тело страдает очень и очень мало. Оно, как правило, вообще не страдает, оно находится в здравии. Если же вы не исполняете свой долг или делаете то, что вам не нужно, вы разрушаете свое тело. Кстати, очень часто идут вопросы, а как определить, я свой долг выполняю, свое предназначение, по своей тропке иду, по своей судьбе. Так вот, один из критериев. Если разрушается ваше тело, значит, вы что-то делаете не так. Значит, вы что-то допустили в этом мире от себя, либо приняли от кого-то. Об этом, я думаю, надо разбираться более подробно как раз на семинаре 4 апреля 2020 года в городе Москве, который называется «Как управлять своей судьбой, предназначение, смысл жизни, практическое применение знаний». Мы будем говорить и не просто говорить, а размышлять с точки зрения практики, как это все можно применять. Хватит заниматься просто шизотерикой, отвлекающей нас от жизни. Шизотерика отнимает не просто нашу жизнь вот с точки зрения интереса, она отнимает суть нашего бытия. Мы тратим свою энергию, свою силу куда-то в сторону, при этом не исполняя в этой жизни ничего. Вот на таких простых отчушках нас ловят и уводят со своего направления. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать в этой небольшой передаче. Жду вас на своем семинаре в Москве. Желаю всем добра, увидимся и услышимся. Быть добру! Субтитры подогнал «Симон»!